Добрый день! Я рада всех вас видеть. Мне очень приятно побывать в Минске. Давно не было приятные, прекрасные люди, чистота, порядок. Очень понравилось. Сегодня я вам буду представлять методику оздоровительных практик и вспомогательные методики при массаже висцеральном. На сегодняшний день у нас все больше и больше, вы, наверное, и сами заметили, что входит в наш обиход именно народная практика. Люди устали ходить к традиционной медицине, там, где идет направление излечения именно как одного органа. Если мы занимаемся, мы делаем что? У нас идет висцеральная терапия. Висцеральная терапия подразумевает под собой работу со всеми внутренними органами. То есть это и печень, и почки, поджелудочная, желудочно-кишечный тракт. Мы рассматриваем сразу весь организм, потому что не может быть такого, что больная печень и здоровые придатки или здоровая-здоровая предстательная железа, или поясница здоровая, или спина здоровая. Такого быть не может. То есть, если у нас один орган больной, он цепляет за собой все. Правильно? Согласны с этим? Так и есть, да? Работая с висцеральной терапией, это работа через переднюю стенку живота со всеми группами мышц и с кровеносной капиллярной системой. Понятно, что это идет расслабление, это идет освобождение от токсинов, идет работа очищения организма. Но что применяем на данном этапе мы? Идет применение очистки крови, потому что кровь является у нас самым жизненно важным органом в нашем организме, да? Что у нас? Есть четыре фильтра. Первый фильтр это печень, это куда попадает наша кровь из кишечника. То, что у нас в кишечнике, то у нас во всем организме. Печень это первый фильтр, она на себя берет основную задачу очистки. Второй это желчь. Без желчи невозможно человеку жить. И когда убирают желчный, это не значит, что человек остается без желчи. Желчь начинает поступать без резервуара, то есть она неосознанно идет напрямую, нету дозатора. Что происходит? Происходит то, что у нас начинается сбой и в пищеварении, и в эндокринной системе, и работа мышечной ткани, суставные. Ведь все, у кого нету желчного пузыря, то есть нашего резервуара, дозатора, который подает желчи столько, сколько нужно, все начинают страдать суставами. У всех начинаются колени. Вот есть у кого нету желчного пузыря? Удален. Или все сидят здоровые? Вот. Дисфункция то же самое. Смотрите, если мы сняли застой, а дисфункция это практически у всех. Вы возьмите сейчас деток. Они сейчас что делают? Они сидят с компьютерами, да? Вот. У них сидячий образ жизни, у них у всех перегиб желчных протоков. Когда приводят деточек, вот которым 5, 7, 10 лет, молодое поколение, потому что стрессы, то они хуже состояния, чем приходит женщина или мужчина, которым 70 лет. Вот. Третье, что у нас, это лимфа. Лимфия в организме человека у нас 25-30 литров. Если крови 4,5-5 литров, то лимфы это 25-30 литров. Лимфу наша медицина никогда не исследует. А это наша канализационная труба. Если лимфа забита, то что образуется? Кисты, грибы, паразитам. Очень хорошая флора для того, чтобы размножаться. Правильно? Правильно. У нас же что сейчас? Посмотрите, сколько сейчас рака молочной железы. Очень много. Очень много. Почему? Потому что все мы носим бюстгальтеры, но без этого нельзя. Правда же? Все пользуются дезодорантами. А что у нас здесь? У нас очень мощные лимфоузлы, которые должны выводить все из нашего организма. Если мы это не выводим, то получается застой. Щелочная среда крови и лимфы нарушается. Это что? Патогенная вся наша флора развивается. Всем нашим жителям, которые в нас живут, им просто очень хорошо. Но так сложилось, что мы не можем не пользоваться, не носить. То есть, значит, мы должны искать какие-то другие методы. Методы очень до боли, до боли, до боли известны и очень древние. Это хиджама, капельное кровопускание. Кто-то знает, что такое хиджама? Это мусульманская, древняя методика капельного кровопускания. То есть, если герудотерапия. Герудотерапия – это очищение крови пиявками. Еще, если не знает, кто-то герудотерапия – это пиявки. Нет, многие люди есть, некоторые знают, некоторые не знают. Подготовленные. Да, ну вот видите, хиджаму многие не знают. Герудотерапия у нас очищает венозную и артериальную кровь. Но самая грязная кровь – это капиллярная. Наверное, вы все знаете, заходя к нашим бабушкам, дедушкам, то есть людям пожилого возраста, как бы они не мылись, не было в квартире у них чисто, мы заходим и есть своеобразный запах. Да, вот пахнет старостью. Почему? Потому что у нас кожа является четвертым фильтром. И она зашлаковывается до такой степени, что вот этот запах, он стоит и хоть что бы ты ни делал. Это процессы нашей жизнедеятельности, это где-то таблеточки, то есть то, что мы кушали и все. Так вот, хиджама направлена на очищение капиллярной системы. Когда я делаю, у меня, извините, трусили сумочку на таможне и, наверное, где-то флешка, потому как с девочками искали-искали, не нашли. Вот, жаль, что вы не сможете увидеть. Когда мы делаем очищение хиджамой, высасываются сгустки, вот как панакота, холодец. И очень часто запах настолько застойный. Это вот какой-то и рыбой, и какого-то, вот такой вот, знаете, как канализация пахнет. Иногда за раз выходит 500-600 грамм крови. Пациенты начинают пугаться. Ни в коем случае пугаться не нужно. Вот эта кровь возобновляется через двое суток. Когда мы сделали пациенту несколько вот таких вот процедур, буквально через недельки-две люди становят, говорят, я начал хорошо спать. Вот, у меня не кружится голова. У меня такой подрыв, я сейчас переделаю все на свете. В первые разы, первый раз-два, наоборот, интоксикация идет, высасывается вся вот эта вот грязная кровь, берется грязная кровь. И у человека, вот знаете, как после хорошего отравления, где-то день-два начинает трусить. Бывает такое, бывает поднимается температура. Пугаться не нужно. Просто в этот момент нужно очень хорошее очищение организма. Вот. И когда мы делаем висцеральную терапию, подключая хиджаму, герудотерапию, если есть застой или опущение внутренних органов, мы применяем. Вот сегодня будет уникальный метод посмотреть, как это делает Татьяна Ивановна Пикуза. Горшкотерапию, я ее называю, или работа горшком. Старославянская методика, очень старославянская. Ударно-динамический массаж. Тоже наш представитель из Украины, Зубченко Сергей. Начинается регенерация кровеносных сосудов, кровеносных артерий. Всего. Начинается работа. Вот. Что нужно сделать? Нужно запустить. В моем случае, я лично могу сказать, у меня много моих пациентов, которые пришли ко мне 4 года назад, 5 лет назад. Это был цирроз печени, где доктора говорили, вам осталось жить буквально 2-1,5 месяца. Благополучно люди живут по сей день. Да, есть какие-то ограничения, но они живут со своими семьями, со своими детками. Приходили ко мне дамы, у которых должны были ампутировать грудь, делать операцию. По сей день грудь становится мягкой, все разблокируется, очистка происходит. Есть такие моменты, когда нужно человеку пройти такие сеансы 2-3 раза в год. Но я рекомендую любому и здесь каждого сидящему, если вы будете один раз в год проходить висцеральную терапию со вспомогательными методиками очистки крови и лимфы, вы забудете, что такое препараты медицинские. Потому что идет все. У нас направлена методика на то, чтобы мы излечивали или профилактику делали всем жизненно важным органам. А у нас нет. Аппендицит, он нам нужен, мы знаем. Желчный нам нужен, гланды нам нужны. И мы должны что делать? Мы должны делать профилактику этим органам, а не идти к докторам, где сразу нам что говорят? Нужно что сразу делать? Резать. Резать мы успеем всегда. Но нужно пытаться спасти. Я всех благодарю за внимание. Сегодня у меня будет мастер-класс, направлен на... Немножечко так, немножко... Потому как здесь, если сделать висцеральную терапию, это нужно делать 10 дней. Здесь нужны методики очищения. А сегодня я покажу мастер-класс по безоперационной подтяжке лица. Это будет в 17.30, да, по-моему, у меня там. Вот. Желающие смогут посмотреть. Лицо вы посмотрите на модель до сеанса, и вы увидите модель через 20 минут. Лицо подтягивается моментально. Вот. Ещё хочу... Смотрите. Желающие у нас будет в Геническе в этом году с 4 по 8 сентября проходить второй международный фестиваль оздоровительных практик. Это на море. Это тепло. Это хорошо. Будет очень много мастеров. Это второй международный фестиваль. Я его организатор. Я приглашаю всех желающих принять участие. Такие рекламки лежат на презентационном столе. Добраться из Минска можно прямым поездом номер 100. Это Минск-Ново-Алексеевка. Или вот как я прилетела 2 часа, даже нет 2 часов, вы летите в Минск-Запорожье. Там 3 часа и в Геническе. У нас тёплое море. У нас отличная, хорошая программа. Так что, пожалуйста, кого будет интересовать, подходите, спрашивайте, всё расскажу. И у меня будет обучающий семинар вспомогательных методик во Львове с 23 по 28 октября. Все желающие пройти обучение. Выдаётся 2 сертификата висцерального терапевта первой ступени и вспомогательные методики при висцеральной терапии. Город Львов. Пожалуйста, если есть желающие, приглашаем. Есть такие тоже рекламки, можете ознакомиться. Всё. Благодарю за внимание. Всем хорошего дня. До встречи на мастер-классе. Спасибо. Это называется... По стоимости. Какая стоимость? Чего? Стоимость семинаров. Чего? Семинаров. Семинаров. Семинаров это получается 5000 гривен. Я не знаю, как перевести. Долларов надо посчитать. 200 долларов. Это во Львове, да? Это во Львове будет. Это во Львове. Да. Вы сможете, вот, пожалуйста, вот такая вот есть рекламка на презентационных столах. Вот здесь вот адрес, телефон и всё. Это называется «давайте вновь дружить». Приезжайте друг к другу. Да это вообще абсурдно. У нас все настолько переплетены. У меня в Могилёве родственниковского. У меня папа белорус. Вот. И я была вот последний раз 20 лет назад. Вообще, Белоруссия, вам низкий поклон. Молодцы вы все ребята. Я просто от вас, вот, от вашей душевности, от вашего вот такого радушия. Я вам очень благодарна.